Что я сегодня делаю? Опять спеку блины на завтрак. Ну, раз в неделю я стабильно куплю блины на завтрак, на какой-нибудь из завтраков. Сюда стало пораньше, чтобы успеть купить блины. Сюда у нас важное событие, я позже расскажу у детей. Ну что, целая гора готова блинов. Сейчас надо что-нибудь к ним достать, поесть. Сколько у нас всего? Дети, приятного аппетита. Дети любят блины, да. Любимые, да. Особенно у Вовчика. Вовчик, у тебя какой любимый завтрак? Какой любимый завтрак у тебя? Блины? Куда мы едем? Ну как, для теста. Видите, с детьми едем. Мы едем в школу, в их школу новую. У них будет по математике тест, называется это placement test, который направлен на то, чтобы определить, какого уровня математику им надо будет давать в следующем учебном году. Ну то есть, вот в старшей школе у них там есть, во-первых, они выбирают сами уровень математики, поэтому там ничего такого непредсказуемого нет. То есть, ты переходишь просто в другую школу, выбираешь предмет и по нему учишься. Там тебя никто не тестирует, потому что у них есть оценки прошлогодние. И там не выберешь математику какого-то более сложного уровня, если ты не сдал предыдущую. А здесь, в начальной школе, ты получаешь оценки, но уровень непонятен, какой тебе дать в средней школе, потому что там уже более серьезная математика, там она тоже уже по уровням. Вот. И поэтому они тестируют детей летом для того, чтобы понять, что им давать в начале учебного года. Вот мы едем на такой тест. Я так поняла, тест длится где-то 2 часа. Ну, все зависит от того, как быстро его сделает ребенок. Ну, вроде говорят, что где-то в среднем 2 часа. Вот. Первый раз едем в новую школу, так что пожелайте нам удачи. Казалось бы, да, школа закончилась. Среди лета едем в школу тестироваться. Я думаю, для тех, кто школу не менял, они это делали в конце года. Да, они это делали уже. Вот. Но мы поменяли школу. Я думаю, что все, кто в 6 класс идет сюда, то есть таких, как Вова, например, будет наверняка много. Вот. Таких, как Леша, меньше. А, ну да, те, кто приходят из элементарей школы. Да, наверное, они для всех делали. Да, я думаю, да. Посмотрим сейчас, сколько будет народу. Так, вот так выглядит их школа. Да, вот я вижу, что тут приводят детишек. Сейчас найдем, куда сдаваться. Вот здесь где-то. Асессмент. Все, детей сдали. Там, ну, человек, наверное, 8, да, пока что? Еще не все. Еще не все приехали, да. А что, мы не пошли? Пойдем посмотрим? А, пойдем посмотрим школу. Мы решили посмотреть школу. Это, наверное, офис, да? Да. Большая школа. Ух ты, какая у них сцена там, смотри. Там смотрелись. Да, да. Кони, потому что у них это, кони, кони у них это, лошади. Лошади у них символ. Там, наверное, стадион большой. А там вот следующий, а там хайскул. Там Макс будет учиться. Ну, ладно, пойдем. А то сейчас, может, тут нельзя сейчас ходить. Особенно во время, во время этих. Боже, мои кольца. Представляете, я их потеряла, не могла найти. Оказалось, на парковке, вот в моле я их, это... Боже, да, это два дня назад было. Мы сюда приехали по делам, но я не могла уже найти со вчерашнего дня мои кольца. Они нашлись. Я, главное, иду, и смотри, сберегай меня. Обалдеть. И смотри, на них даже никто, похоже, не наступил, не наехал, не повредились. Удивительно. Вообще, это какое-то удивительное. В общем, Юра вчера забронировал в моле, в кафе Андерсон, вот этот вот ту-гут ту-гоу сервис, где тебе еду, которую они предыдущим днём не продали, ну, там, выпечка, в общем говоря, они её отдают по сниженной цене. Вот. И во, вчера что-то, в общем, ему всё никак не даёт покоя Париж-багет, на которого мы не доехали. Какие-то сладости хочет, вредности. Вот. И он забронировал здесь одну, как бы, коробку. И вот они должны в одиннадцать часов нам её отдать. На шестой кольца. Окей. Вот. И это... Мы пацанов завезли в школу, и сами сюда приехали. И я со вчерашнего дня искала свои кольца. Я помню, что я их могла снять, когда кремом руки мазала. А кремом я руки мазала последний раз в машине. И вот могла их положить на коленки. И мы бежали уже в кинотеатр. Опаздывали. Где Юра? Вот. И, видимо, они упали у меня с колен. Нашла свои кольца, слава богу. Я вообще так переживала, потому что вот это кольцо, это на день рождения от родителей. А это-то кольцо вообще, ну, наше с Юрой. Обручальное типа. Вот так вот. Он говорит, да, купим новые. Я говорю, нет, новые это совсем уже не то. Так, куда он делал? А, он, наверное, ноутбук свой из машины хочет забрать. Вот представляете, вот это надо было, это такое совпадение, что он забронировал именно здесь забрать вот эти сладости. Вот. И кольца оказались на парковке. Представляете? Я вообще в шоке. Вот. Я дома вчера все обыскала, сегодня все обыскала. Я думала, может быть, я когда котлеты жарила, я их убрала, сняла, в общем говоря, ну, делала котлеты, сняла, фартук положила, все обшарила. В общем, нигде не могла найти. А они, вот они. Через весь мог пройти. Как ты это сделал, Юра? Откуда ты почувствовал, что они могут быть здесь? Ну, я подумала, что они могут упасть на парковке, но я-то думала, на парковке прибираются каждый день, наверняка уже замели их. Кто-нибудь нашел, куда-нибудь их, ну, отнес там, не знаю, в общем говоря. Очень удачно получилось. Вот, вот это кафе Андерсон, это пекарня. Пекарня и кафе. Сейчас посмотрим, что нам дадут. В общем, только через 5 минут можно будет забрать, потому что в этом приложении кнопка неактивна для того, чтобы забрать. Говорит. А, нет, можно. Что, можно? Ну, пойдем сначала посмотрим, что нам дадут, а потом моченат возьмем. Моченат возьмем. Ну да, детям, короче, после стрессового экзамена. Пойдем. Там столько красивых у них вкусняшек. Смотри, сейчас мы покажем. Посмотрите, сколько вкусняшек. Так, это какие-то пироги, булки, чиабатты, да? Или что-то такое. Посмотри, Юра, какие тут тортики. А, обалдеть. Смотри, тут круассаны. Ой, эти как их называют? Эклеры, да. А вот эти корзиночки, это вот очень вкусные. Класс. Ничего себе, сколько всего там. Ой, это круассан, да? Это булка, да, это чиабатта там с чем-то. Да, вот это что-то еще. Это какой-то пирог. Ой, обалдеть. Оно свеженькое? Но оно вчерашнее. А, мягкое. Дожди, дай я потрогаю. А, ну все мягенькое. Нет, ну конечно, не будет и неудобно. Ну да, 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 вчерашняя выпечка. Ну вчерашняя выпечка, знаешь, это не, я не знаю, это не вчерашний, например, там засохший рис. Ну, я так думаю. Я бы вчерашний борщ. А, борщ, да, вчера. Что, борщ надо варить, да? У меня есть еще капуста. У нас есть шефель такой. Да, у нас шефель нарос, можно теперь уже варить супчик. Я могу сварить, кстати говоря, сегодня. Три штучки? Да, ну да, ну по одному каждому. А, бальчик, ну давай. Они, смотря, есть. Ну смотри, они в прошлый раз какие вот брали? Они брали вообще все, да? Вот шоколадный, наверное, надо взять. Да, кстати, шоколадный они брали раньше, по-моему, нет. По-моему, их не было всегда. Не было, да. Может, возьмем три шоколадных? Вот еще Oreo есть. Нет, они же делятся. Они шерят, да. Они друг с другом, ну вот, с Лешей точно. Ну ладно. Вот это тоже, по-моему, вкуснее им понравилось. Смотри, чуро. Да, чуро мы тоже, кажется, брали. Но без шоколада. Вот такой брали, да. Вот такой не брали. Вот это Oreo, да? Давай, может быть, Oreo возьмем. Они тоже брали в первый раз, по-моему, да. Ну, то есть мы почти все пробовали. Да. Кроме шоколадного, наверное. И вот этого, возможно. Можно взять вот этот вот, шоколадный и Oreo, мне кажется. А, это Орежино. Орежино, да. Какой еще? Карамельный. Вот этот они тоже брали, тоже им понравилось. Да, им все нравятся. Все вкусные. Ладно, давай берем, какие хочешь. Шоколадный точно надо взять. Да. Ничего себе, можно самим заказать здесь. Прикольно. Какой? Мы Орежино берем. Там это просто чоколадный, да? Да, шоколадный. А тут не показывают, как он выглядит? Нет. И Орео. Орео один. Ага. Ну все, взяли детям вкусняшки. Пойдем. Думаю, будут рады. Мы опять зашли в этот карточный магазин. Ой, геймерский магазин, да? Где куча всяких игр. Да, может быть, вот там игра. One Piece, да? Который вот они как раз вот любят. Этот комикс, или как он называется. А это вот для этих... Да, Magic the Gathering, да? Угу. А где, может быть, эта игра? Они где-то вот здесь должны быть. В общем, все распродали уже. Вот эту игру распродали уже. Ну, наверняка, где-то она есть еще, скорее всего. Да, или, может быть, в этот, как GameStop. GameStop, что ты хочешь сделать? Да я уже сняла название, вот смотри. Поехала обратно за мальчиками. Только что Леша позвонил со школьного телефона. Сказал, что они закончили. Буквально прошло, ну, не знаю, меньше часа. Где-то 55-50 минут примерно так. Быстро они сказали, где-то от часу до двух должны этот тест делать дети. Ну, обычно. Я не знаю. Они там навыбирали, может быть, первые попавшиеся ответы. Ну, я не знаю, честно говоря, в какой форме. Я знаю, что на компьютере надо ли там писать ответы от руки или там есть выбор ответов. В общем, ну, мы им сказали, что если вы ответа не знаете, выберите какой-нибудь. Главное, чтобы это не было так со всеми вопросами. Ну, сейчас спросим у них, как вообще всё прошло. Узнаем. Вот, напоминаю, Вова идёт в шестой класс. Это для него будет первый класс в средней школе, middle школе. А у Лёши седьмой класс. Если бы мы остались в прошлых школах, то бы Вова остался бы в elementary и пошёл бы в шестой класс в elementary школе, начальной. А Лёша бы пошёл тоже в middle школу, но там был бы у них седьмой класс. Это первый класс, который в middle школе. Здесь другая система. Ну, в основном, я бы сказала, везде с шестого класса уже начинается средняя школа. Просто вот у нас такой дистрикт был, где шестой класс был в рамках начальной школы. Но программа, всё-всё-всё, у них уже шестого класса, middle школа, и там учителя уже по-другому делятся. Вот. Короче говоря, сейчас узнаем, что у них там интересного было. Вы мне лучше расскажите, как вообще прошёл тест? Да? Было очень хорошо. Да? Не было так сложным. Не было сложным. Было не было, что я не знаю 100%. Ты не уверен? Или вы на все вопросы ответили? Да? А ты тоже? Ты тоже? Ну да, потому что... Ой, ничего себе! Седьмой и восьмой? Нет, нет, нет! Нет. Он говорит, что ты... Нет, 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 это тебе. А, подожди, у него, наверное, шестой и седьмой, а у тебя был пятый, шестой, наверное, да? Нет, это было только пятый. Нет, я не... Алекс. Это было так. Так, там были тесты, и тесты... Как я говорила, есть разные тесты. И Алекс'я тест был, как, в шестом классе, а у меня был вторый до пятого класса. А, у тебя, короче, комплексный был, да, короче? Со второго по пятый? А, у Лёши только шестой, за шестой класс, да? Ага, понятно, всё ясно. Ну, было не очень сложно, да? Да, очень сложно. А, понятно, не было, говорит, сильно сложно. Ну, как мы и думали, дети разрезали пополам, каждому пополовинки. Максиму оставили шоколадный, да? Молодцы. Что, мы угадали? Правильные купили? Правильные? Отлично, кушайте. Так, а я что сейчас буду делать? Я сейчас хочу отварить говядину, сделать бульон для супа с щавелем. Вот. И ещё плов, наверное, сделаю с курицей. Так, ну что, ребята, давайте утилизировать щавель. Что, он зря тут растёт, что ли? Сейчас я который побольше срежу и добавлю его в супчик. Базилик ещё не рассадила, руки не дошли. Надеюсь, что сегодня сделаю это. Укропчика тоже срезала. Щавеля, конечно, немного, но я думаю, для супа подойдёт. Укроп такой ароматный, прям очень вкусно пахнет укропом. Так, всё, мясо сварилось. Бульон перелила в кастрюлю, высыпала картошку с нарковкой. Сейчас чуть-чуть поварится. Ну, сварится, можно сказать. Нарежу сюда мяско, брошу сюда щавель, укропчик, может быть, лука ещё добавлю зелёненького. И всё, супчик будет готов. Всё, ребята, суп готов. Я яйца вот так вот отвариваю, режу. Я их не разбиваю сюда, так не люблю. Сейчас будем обедать. Так, Максим и дети едят плов. Суп они не хотят наш. К сожалению, с супами нас, да, проблема. Дети их едят редко. Суп у нас со сметаной. О, слушай, ну да, щаверим. С мясом. Как тебе, Юрий Алексеевич, съедобный? Давно уже, да, не ели? Сто лет в обед. Смотрите, мы распаковали этот пакет. Здесь вот какая-то плетёнка. Очень-очень мягкая, прям свежайшая. Такая вот большая. Это какой-то маффин. С чем-то, видимо, непонятно. Это типа синабона с корицей, да? И вот ещё вот такая вот слойка с ягодами, с блубери. Ещё я в холодильник убрал большую. А, с песта, да. Это чаобата, типа. Типа чаобата с песта. Ну вот это тоже, наверное, вкусненькая должна быть. Я думала, здесь варенье, а здесь прям свежая голубика. А внизу не знаю, что. Что-то тоже, наверное, сладенькое. Смотри, внизу как будто бы сыр или творог, что-то такое. Какая-то творожная слойка. Типа Дениша. Ну что, Юрий, как булочка? Вкусная? Вкусная? Она не сладкая, да? Сладкая. Сладкая? Ну, она, по-моему, вот здесь вот только сладкая. Вот ты вот здесь вот просто откуси. Без варенья. Я, говорит, варенье у неё намазываю, и она почему-то становится сладкой. Вообще очень сладкая. Мне кажется, она не сладкая сама по себе. Совсем чуть-чуть, да? Совсем чуть-чуть. Ну, в общем, выпечка хорошая. Вот у меня слойка тоже сладкая, только вот в центре то, что вот ягоды с вареньем. Даже не варенье, не знаю, что там. Короче, ягоды с джемом, наверное, тоже похожи. И с творожком. А сама булка не сладкая. В общем, не такая, необычная американская выпечка. Юра, видите, варенье, которое надо для сыра. На полочку вкуснее. Ну, кто же виноват, что мы сыр съели. Да, без варенья. К сожалению. Так, ребята, ну что? Взяла я лопату. Лопату. Сейчас буду рассаживать базилик. Я, наверное, вот оставлю вот те, которые вот по одному сидят. А вот эти вот, не знаю, тут сколько их. Надо рассадить, да? Тут, кстати говоря, я обрезала весь укроп. По-моему, мята. Я не знаю, что это. Может быть, даже мята проклюнулась. Видите? Вот раз, и вон два. Две штучки. Судя по всему, здесь больше ее не будет. Поэтому, может быть, я на ее место посажу базилик. Ну, рассажу его. И вот много уродилось. Ну, все, ребята, как смогла его распачковала, потому что корни, конечно, у него переплетаются друг с другом. Просто, мама, не горюй. Надеюсь, это ему поможет быстрее расти. Но он и так, в принципе, вот эти листики уже хорошие, их можно уже кушать. У нас эпопея с ручками продолжается. Заказала целый комплект в надежде, что именно их выберем. Пути, боже мой. Смотри, какие они малюсики. Малюсики, малюсики. Это вот для верхних шкафчиков. Что, они меньше, чем тяга? Но они чуть-чуть меньше. Вот, видишь, они черные, серебристые. Угу. Отлично. Да, точно. Хорошие. Ну-ка, давай посмотрим большие. Как тебе? Нормально. Они должны прям сочетаться с вот этими. Тяжело. Там есть большие, есть поменьше. Так, мы хоть не запаяли. Оу. Угу. Да, лучше так. Вот, я кажется... Так, это поменьше, да? По-моему, по-моему, надо посмотреть. По-моему, есть побольше еще. Я для вот этих шкафчиков... Да, нет. А, нет, это побольше. Ну-ка, дай-ка мне вот эту штучку. Я вот для вот этих вот шкафчиков, смотри, которые покороче, я взяла... О, они же тяжелые, реально. Я взяла вот такие ручки. Ну, по длине. А которые подлиннее вот эти, для них... О, ты не видишь, насколько длиннее? Угу. Мощный. Мощный. Они тяжелые прям чувствуются, да? Чувствуются. Вот это вот металл, кажется. Да, это металл. Угу. Полностью металлический. Угу. Ну, как тебе? Нормально. Угу. Золотый не надо? Нет. Нет? Мне кажется, хорошо, потому что, ну вот, серебристый с черным, у нас вот и техника вот подходит к этому. Вот. И прям тут, видишь, такой тоже брашникель. Да, да. Вот. Не вот этот стил, который блестящее такое серебро. Да? Как тебе? Мне кажется, надо оставлять, да? А тебе надо все вернуть. Все варианты. Бронза, золото, розовое золото. Длинные, смотри, какие. Прямо для розеток мы вчера искали. Да? Угу. Не слишком ли длинные? А, ну хотя они даже вот сюда вот вкрутиться, да? Вот целиком. Нормально. Да? Да. Подходящие. Ну, такие прям увесистые. фирма называется Trust Me. Trust Me. Доверься мне, говорит. Ми по-другому. Ну, понятно, да. Окей. В общем... А сколько здесь штук? Здесь, по-моему, не знаю, десять. Может быть, больше. Шесть, семь. Нет. Ну, или двенадцать. Десять. Ну, вот я посчитала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот я на эти, на большие шкафчики, вот эти подлиннее. А на коротенькие шкафчики, ну, относительно, я поуже взяла. Шесть, пять, шесть, семь. Да, но их тоже десять, потому что там семь не было. Ага, окей. Да. Хорошо. Вот. Которая поменьше? А ее мы здесь вот так сделаем? Или мы сюда тоже вот этот кругляшок скрутим? Нет? Наверное, нет. Наверное, да. Вот так вот. Ну, можно и так. Да, вот так, наверное, лучше. Ну да, как еще? Не внизу же? Не-не-не. Да, где-то так. Да, наверное, где-то так. А, посмотрите, вот делается. Ну, вот если так делать, то, наверное, не очень удобно, да, будет? Вот так. Хотя, может быть, насколько будет удобно ее открывать? Да, не знаю. Наверное, так все. Угу. А вот здесь тоже вот так? Не по центру? Нет, не по центру, наверное. Она даже выезжает. Вот где-то, наверное. Ну, знаешь, я тебе скажу, что, наверное, мы все... Давай сделаем не по центру. Давай все сделаем не по центру. Вот это тоже по центру не очень. Здесь надо по центру. Думаешь? Надо посмотреть, как делают правильно. Как делают. Красиво, да? Да. Ну, может быть. Но эти точно по центру. Потому что, видишь, они все разные, вот эти вот... А, ну хотя... Ну, здесь по центру сделаешь, то они как бы вот с этим... Вот с этим будут не вровень, да. Но они вот с этим будут вровень. Не знаю. Надо подумать. Да, надо подумать. Ну, в общем, эти оставляем, те все возвращаем. Там столько денег нам вернуть. За все ручки. А что ты думаешь? Вот этих ручек там, они стоят недешево? Они... Тех ручек я разным заказала, там что-то на почти 200 долларов. Они не дешевые. Что, такие? Или, может быть, все-таки вот такие заказать? Ну, вот просто вот такие коротенькие. Блин, слишком такие увесистые они для этих шкафчиков. Мне кажется, да. Мне нравятся крутилки. Крутилки. Да. Они прям вот с одного как бы стиля. Да-да-да. Причем они, знаешь, когда я их выбирала, вот эти вот, они не предлагали вот эти. Это я отдельно нашла. Этой же фирмы отдельно нашла вот комплект к этим ручкам. Не знаю, почему они не предлагали. Ну, в общем. Вот. Так что, наверное, мы определились. Это вчерашняя, да, эта штука? Да. Вот так мы бы и так прикрутили. Так ты не хватило бы тебе? Или надо было просто, чтобы хватило? Нет, ну просто, да. То есть я не знаю, на самом деле, зачем эти удлинители, когда можно и так просто прикрутить. Ладно. Защелкиваются? Может, сюда свои. Слушай, тут будет эта щель. Щель? Да. Она не защелкивается? Как раз из-за вот той рамочки. Из-за нижней? Да. А, я вижу. Да. Странные они. Может, там какие-то специальные выключатели нужны? Но с другой стороны, мы же сами хотим выключатель выбрать, да? Очень интересно. Всё. Юра в итоге, короче говоря, не родную рамочку взял, а вот эту, которую мы купали. Потому что у них покороче шурупы, которые вкручиваются, и как раз всё село. Да. Без вот этой фигни, да? Нам, в общем говоря, из этого набора нужны были только шурупы. Как оказалось. А, надо, может быть, сдать их? Ну, как и без шурупов. Без шурупов. Ну, не знаю. Шурупы. А вот, смотри, ещё же шурупы. А, почему я подведу? А, едва же в комплекте. Да. Ну, шурупы нам нужны будут для других. Без динам. КОНЕЦ radical, всё, как раз, кастрюль. Сэн, Продолжение следует...